Почему, опять же, возвращаясь к режиму ЧАЭС, почему мы не требуем, как муниципальные депутаты, представители населения в данном регионе, так сказать, и от правительства областного этого не требуем? Я не знаю, насколько разумно ваше предложение делать именно Советы депутатов от городского вести ЧАЭС на всей области, потому что, ну вот, пока вы задавали вопрос, посмотрел, у нас в Саратовской области 10 районов, где не зафиксировано вообще ни одного случая. Мы сейчас готовы взять ответственность в том числе и за эти 10 районов, где ни одного случая нет. Второй момент. Мы же все с вами понимаем, что введение ЧАЭС подразумевает еще более жесткие меры по ограничению наших жителей. Вот тоже вопрос, готовы ли вы взять на себя ответственность по ужесточению этих мер. Мне кажется, крайне неразумное с нашей стороны все должно быть по этапу, потому что сейчас все, что делается, допустим, со стороны правительства и оценка ситуации, которая сейчас сводится в региональных штатах, я думаю, там информация максимально приближенная к реальности именно с учетом всей Саратовской области. Если говорить по поводу Балакова, то вы сами прекрасно понимаете, сколько у нас городообразующих предприятий в городе находятся. И в любом случае такие меры крайние, про которые вы говорите, они приведут в любом случае к какой-то дестабилизации работы, в том числе и внутри нашего города. Поэтому я считаю, что это не то, что преждевременно, это, наверное, самая крайняя ситуация, которая в настоящий момент никакого под собой почвы такой серьезной, наверное, не имеет. Почему вы тогда не готовы на себя взять и ответственность полностью, как депутаты вообще это все замалчиваете? Почему мы берем ответственность, когда муниципальным рабочим продлеваем зарплату, даем, когда они не работают, и мы из-за того, что Путин там сказал, мы им назначаем зарплату, а почему другие начинают страдать? Те же самые избиратели, как вы все время высказываете, партия Единая Россия все время высказывает, что вот, наши избиратели, наши избиратели, чего вы сейчас избирателей бросаете? Почему вы не хотите вводить режим ЧС, он даст определенные последствия? Не обязательно то, что это военных каких-то, это тоже закупивание с вашей стороны военных. Сейчас военных, когда полиции уже дали команду, что она просто ходит и всех подряд штрафует, это у нас еще как бы сдерживает чуть-чуть. А в Москве уже и всех поломают, и бабушек, и дедушек. А здесь вы словите, что режим ЧС ничего не даст, он даст, он нормально ничего даст. Он даст, во-первых, ответственность правительству перед своими жителями, а не так, что взяли, скинули все на их ответственность. Другие, которым не выдаются, те же самые ИПшники или еще кто-либо, которым запрещено просто вести сейчас рабочую деятельность, одни, значит, ведут рабочую деятельность. Даже не плохо ознакомились с теми, не плохо ознакомились, я имею в виду, почему одни брошены правительством, другим все даром на благо, и они все это делали. То есть это вы сами не хотите брать ответственность на себя, перекладываете ее на других или еще что-либо. Мы зону ответственности, как депутаты в бою, тоже понимать должны, и наши, в том числе, как Советы Городского. Сейчас вот этими репликами, которые высокопарными раскидываются, ну да, наверное, другая. А вы тоже не двигаетесь войсками, вы ничего не ведут войсками, будет ответственность. Я вам говорю, посылаясь на законы, на полномочия, наши с вами, в том числе, как Городского Совета. И те меры, которые принимают со стороны государства, они тоже есть, они точечные. Если мы сейчас все всем раздадим, к какому итогу мы в итоге придем. С тем, чтобы ввести ЧАЕС, есть свои требования, которым должны соответствовать все предпосылки. Поэтому мы, слава Богу, к такой ситуации еще не подошли. Там есть цифры, там есть требования. Оксана Александровна, мы сейчас, как раз вы занимаемся, что ли, если у нас показатели какие-то были? По-казому сейчас, Денис Иванович, не обладая полномочиями, вот говорить такие слова громкие, для чего? Для того, чтобы у людей еще больше паника, что ли, была?